Девушки отдыхают Мы праздновали Новый год вот в такой вот местности. Там пальмы, здесь попугаи летают. Конечно, они не очень жирные, но прикольно. В общем, мы здесь покатаемся по этому прекрасному городу. Конечно, чтобы вы понимали, мы здесь уже третий день. И я за три дня не видел ни одного скейтера. Двух самокатеров видел. Много самокатеров, которые ездят на электросамокатах, но я не видел ни одного скейтера. Это очень странно. Я думал, что из-за того, что Валенсия, в принципе, недалеко от Барселоны, примерно 300 километров, будет очень огромное количество скейтеров. В итоге ни одного не видел. Ну и, в принципе, постритовать тут сложнее, потому что много конченной плитки. Мало хорошей. Но надеюсь, что я просто не там нахожусь, не там гулял и очень много мест для того, чтобы покататься. Поэтому, ребят, сейчас поедем покатаемся. Но давайте я вам покажу квартиру, в которой мы поселились, потому что очень повезло. Мы сняли целую квартиру, не комнату. Тут есть окна и даже вот балкон, на котором я сейчас стою. Кстати, хочу напомнить вам за своих друзей, благодаря которым я полетел в Валенсию. Это 1xbet. У них самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые, надежные выплаты и самые профессиональные сотрудники. А также, введя мой промокод Владос по закрепленной ссылочке в комментариях при регистрации, вы получите бонус до 6500 рублей. Так что спешим. Ну а теперь смотрите видос. Он очень пушечный. Первое, смотрите, это зал. Это у нас после новогодней срач, не обращайте внимания. Думаю, у вас то же самое. Это рабочее место, я здесь уже монтировал видосик. На второй канал, он уже скорее всего вышел, так что переходим по ссылочке в описании и смотрим. Вот так вот все прикольно, зеркало, комната большая. Единственное, конечно, здесь очень холодно, но кондиционер на 30 градусов рубаешь и тепло. Дальше у нас коридор, в котором делать нечего. Кухня, которая тоже не самая чистая. Мы здесь, кстати, сделали оливье. Ну не я, а вот моя девушка. Запаслись уже пищей с меркодоны. А вот это наша спальня. В принципе, очень тепло. Ну, благодаря кондиционеру. Без него в квартирах безумно холодно. Туалет, ванная, вот эта вот штука, в которой мы храним грязные вещи и туалетную бумагу, потому что, ну как бы, не готов я к таким новым ощущениям, если честно. Так что вот так вот мы живем, но теперь смотрите. Есть одна проблема. Я приехал сюда без скейтборда. Я взял только подвески, колеса и подшипники. Ну, то есть, все низы. Яна взяла с собой полный комплит, но этого сморочка, как бы, я на нем покататься не смогу. Да и убивать его вообще не хочу, потому что красивый, но и все-таки не мой скейтбор. Поэтому сейчас нужно найти какой-то скейтшоп. Надеюсь, он будет работать. До этого нужно, конечно, купить сим-карту для того, чтобы у меня был интернет и карты. И надеюсь, что сегодня я обзаведусь новой декой, ну и, возможно, новыми кедами. Потому что они мне нужны, как вы знаете. А здесь чисто стая жирных голубей. О, этот худой какой-то. Этот побольше. Вот магазик, надеюсь, хороший, называется Skate World. Сразу нас встречают вот такой вот тапочек. Оф. Ребята, здесь и Венсиков много. И Адиков, но это вот для Руслана. Найки. Вот это уже для меня. Здесь есть Данки, это очень хорошо. Эти у меня были, я не хочу. Вот эти вот поярче. Здесь есть то, о чем я мечтал. Белый Найджи. С этим камуфляжным низом. Да ты шо. Так, я, походу, их померю. Это 100%, сколько они стоят. 95 евро, ого. Они на скейтворхаусе 100 баксов стоят. А такие? Вот эти, конградс. Неплохие Данки. Кстати, они 124 евро. В Киеве они стоят под 200 евро. В плане обуви в этом магазе выбор больше, чем в магазах Барсы. Во всех. Сноуборды. Так, скейтборды, надеюсь, тут тоже есть. Вот, другое дело. Видно досочки. Так, комплитики внизу, но они нам не нужны. А вот досочки. Так, а че так мало? Сзади сноуборды. Здесь комплиты. Бля, а досок реально мало? Может это какой-то постершоп? Не, ну самокатов, слава богу, нет. Ну, тут есть досочки Павел за 45 евро. Дека мини-лого за 35 евро. Санта Круза 65 евро. Магаз меня очень сильно огорчил. Называется как бы World Skate, но досок почти нет. Куча шмотов, всякого трешера, венса необычного. А досок у Семы дома больше лежит. Так что пойдем дальше, там еще один в километре от нас есть. Надеюсь, там доски будут, потому что, ну, блин, почти ничего нет. Одни Enjoy, мини-лого и все. Следующий магазин, Вилл Шоп, надеюсь, поярче. Сразу мы видим носочки, уже две деки. Здесь есть футболочка Суприм. Вот это, я понимаю, ручка. Ого. Так, ребят, досочки уже есть. Есть доска Primitive Пола Родригеза. Есть Enjoy, который нам не нужен. Almost, Blind, Element. Есть шмоточки. Трешер, Дики, Скаф, Даймонд, Element. О, досочки пулшейповые для Руслана. Так, ну здесь выбор, конечно, получше. О, кстати, моя дека Азара есть. В общем, досочек здесь побольше, хоть и магаз поменьше. Очень сложно выбрать, если честно. Потому что я шел такой, блин, хоть бы Бейкер была какая-нибудь. Или Element из интересных. Ну, как бы, сорян. Одна дека Element. Кстати, какой размер? 8,31. Но посмотрите, что куда скейт будет. Короче, выбор здесь уже получше. Но давайте зайдем еще в один скейтшоп. Он в 700 метрах отсюда. Если не найдем что-то интересное, вернемся сюда. Вот даже сейчас, кстати, гуляем по всей Валенсии. Ни одного спота еще не увидел. Зашел в приложуху, где показываются скейт-споты. И, чтобы вы понимали, сейчас покажу. Один спот в 600 метрах, второй в 2 километрах. Третий в 2 и 4. И смотрите дальше. 13,5 километров. 16 и 79 километров. То есть показывает, что в Валенсии всего 4 спота. Я надеюсь, что это не так. Скейт-парков здесь должно быть достаточно много. Но в одном скейт-парке я проходил, были самокатеры. Я не снимал, потому что хочу потом уже показать вам все скейт-парки. Мы по ним отдельно пройдемся. Но, блин, ребят, я хочу в стрит. Для начала, конечно, хочу выбрать доску. Но потом я хочу в стрит. А стрита здесь меньше, чем в Барсе. Но, по крайней мере, в тех районах, в которых мы сейчас гуляем. Хотя мы, в принципе, сейчас в центре. В третьем магазе досочек еще меньше, чем во втором. Все скейт-шопы почти пустые. Но здесь есть досочки Бейкер, про модель Кейдер Сила. По-тихому, купил себе досочку Бейкер, про модель Кейдер Сила. Кейдер Сила. С вот таким вот прикольным принтом, который, я думаю, многим заходит. По крайней мере, мне порно на это смотреть. Стоила она мне 65 евро. Я думал взять другую досочку, и Мейджин, которая стоит 40 евро. Но потом подумал, почему бы не покататься на Бейкере. Потому что я все-таки люблю эти досочки. А как бы в Киеве на них не покатаюсь, потому что нужно долго ждать. Да и незачем зимой в Киеве на нормальных досках кататься. Потому что гавна погода, кататься в Борне можно и на скейт-ворхаус. Короче, мы попали немного не туда, будто в параллельную вселенную, где скейтеров вообще нет. Поэтому идем дальше. Говорят, в другой стороне этого парка есть скейт-парк, где много скейтеров. И он стритовый, а не как здесь, где только пулы. Нашли нормальный скейт-парк. Здесь уже есть скейтеры. И он хотя бы выглядит поярче, потому что есть стрит-фигуры. Вот он. В принципе, здесь можно нормально покататься, повырваться. Главное, прикататься. Потому что я уже не катался дней 5-6, так точно. Пора уже немножечко повырваться. Кстати, помимо новой деки, я еще взял новые кедики, которые никогда не пробовал. Особенно от этого бренда. Смотрите. Это кеды Adidas Skateboarding, про модель Tishon Johnson. Кедики нормальные, я в них уже полчасика покатался. Ну, как полчасика, минут 5 или сколько? Сколько я покатался? Ну, вот, короче. Ну, это, в принципе, просто верхний на полированный слой, поэтому пофиг. Я, конечно, хотел себе Nike SB или какие-нибудь DC-хи, но DC ни в одном скетшопе не было. А Nike SB, те, которые мне понравились, из новых, я тупо не смог купить, потому что не подходил размер. Поэтому давайте сейчас покатаемся, раскатаемся. Надеюсь, все будет нормально. Единственная проблема. Видите, вот это дерево? На нем растут вот такие вот штучки. Думаю, вы все их знаете. И когда ты едешь по ровному флету, и там есть вот такие вот штучки. Готовься к падению, потому что это очень хорошие стопперы. Ну, а мы поехали кататься. Я уже пару раз упал просто на ровном месте. Надеюсь, что сейчас такого не повторится. Это пиздец. Я, конечно, ни на что не намекаю, но можно сломаться на ровном месте. Как тут выжить? Как тут выжить? Нас кидает то выше, то ниже. Да, брат, посмотри вокруг. Все изменилось, все стало по-другому. Как выживаем, да так и выживаем. Работаем на пота, одежду выжимаем. Телевизоры носим, холодильники таскаем. Туда-сюда нагружаем, разгружаем. Тусовщики, клаберы, тёлки, бизнесмены. Всех коснулись большие перемены. Раньше тусовались в пекне за субботу, а теперь все пашут или ищут работу. Вот Андрюху он хапнул проблемы в свете современной банковской системы. Взял ипотеку, потом ещё кредит. Теперь по ночам он практически не спит. А гламурная тусовщица Люда Работает теперь продавцом посуды Деньги нужны ей очень Яблонь не хватает заработанного ночью А что ещё делать? Не сидеть же дома Егор занимается металлоломом Паша с ночами, как негр в Нью-Йорке Курочит машины на автораспорке Вахтанг Не сдаётся сразу Устроился в порт на работу Водолазом довольный Глубоко ныряет и с баллоном Дышит и грузы поднимает А система общая Чтобы вы понимали, на крыше вот этого здания Живёт один из скейтеров, который сейчас катается в скейт-парке То есть он берёт, просыпается, слазит с крыши И едет кататься в парк Понятно, что на Магби был такой тип, который там просто спит Потом днём катается, у него и доска есть И подвески, колёс, он типа полный комплит Так и здесь, оказывается, возле этого парка Тоже есть чел, который живёт на улице и катается Блин, прикольно Вот насколько нужно любить скейтбординг Что даже если ты бездомный Находишь досочку каким-то образом Кстати, интересно, как он нашёл её И катаешься Просто наслаждаешься жизнью Ещё он травкой барыжет, мне рассказали Ну, типа, бизнес есть Только вот на квартиру, походу, не хватает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, пообщался я со скейтингом Субтитры сделал DimaTorzok Есть одна проблема Спотов здесь практически нет Скейтпарков тоже не так уж и много В общем, Валенсия не такой город для скейтбординга, как Барселона Они катаются только в этом скейтпарке И у них есть ещё local spot Где две грани И ещё там, может, пару грани Но, типа, ничего особенного Мы, конечно же, туда ещё заедем Нужно по-любому посетить этот спот Мы проходили его, когда подходили к скейтшопу И как-то, блин, если честно, ожидал от Валенсии больше Я думал, что здесь идёшь Спот на споте и так далее Потом у ребят спрашиваю Где тут споты? Ну, типа, есть там один мэнолбокс Там подобное Есть ещё пару спотов Но нет такого, как в Баксе То есть, если ты здесь будешь гулять Смотреть на споты Ты здесь практически ничего не найдёшь В принципе, мы вот ничего не нашли Кроме этого скейтпарка И то нам подсказал чел Понимаете? Ну, ничего В принципе, я думаю, споты здесь есть Мы же вообще из Киева Там ещё хуже Здесь хотя бы вот бетонные плазы Где катаются и скейтеры, и самокатеры И боемиксеры Роллеров пока не вижу Давайте сейчас покажу вам, кстати Свои кеды после одного дня катания Мне немножко страшно Они дешевле, чем Nike SB, чем DC Чем Fancy, те же промодели Короче, вот вам Тишон Джонс И после одного дня катания В общем, здесь уже Такая вот неплохая дырочка Я надеюсь, что Это просто вот стёрся верхний слой И потом будет держаться Ну, хотя бы, я не знаю Ну, недельку Потому что мне ещё кататься надо А если это кеды на два дня За 2500 гривен Ну, я их купил за 85 долларов Ну, это издевательство 85 евро точнее Это уже какой-то прикол Просто посмотрите на это Ну, мне это не нравится Вам как? Обладатели Тишонов, пожалуйста Либо обрадуйте меня Либо расстроите Напишите в комментариях Сколько они продержатся Потому что мне уже стрёмно Я когда их мерил Чувствовал, что кожа такая слабенькая Но я надеюсь, что дыры не будет Но они невероятно удобные Они мне напомнили DC Calis Вот поэтому я их и взял Стефана я не хотел Потому что они низкие А данки высокие Они были очень неудобные Которые я мерил Они были говном Именно самые последние Чёрные полностью С сетчатым логотипом Он говно Очень неудобные кеды Стелька говно Подошва говно Я в них стою и такой Бля Извините, Найк Но это первый обувь Который от вас не хочу вообще Попробовать Несмотря на то, что она новая Поэтому, ребят Остаётся надеяться, что Дидаскейтбординг не будет говном Посмотрим Ну а пока погнали домой Потому что я устал Очень устал Я не катался неделю Мне на самом деле очень сильно Дал знать мой вывив ноги в бординг Сейчас до сих пор Когда я приземляюсь Хоть немного неправильно Ноге немножечко больно Я чувствую, как там что-то не так Поэтому нужно кататься аккуратно Прикататься И потом уже пробовать делать Что-то жёсткое Потому что сейчас мы покатались Я получил удовольствие Конечно, это удовольствие ещё Портилось из-за флета Ну, точнее, деревьев, которые портят флет Ну, это такое Кататься можно Главное кататься И не расстраиваться По этому поводу Если есть веник Вообще берём веник И нормально Просто я не знал, что тут веник есть Короче, вообще не об этом Всё, поехали домой Подписываемся на канал Оцениваем видео Лайки, дизлайки, комментарии Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok